Борис Викторович Шергин о Марии Дмитриевне Кривополеновой Полвека разделяет годы рождения Марии Дмитриевны Кривополеновой и Бориса Викторовича Шергина. В 2023 году мы отмечаем 180-летие замечательной пинежской сказительницы и 130-летие великого писателя, уроженца Архангельска. Они познакомились, когда Кривополеновой было 72, а Шергину 22 года. И эту встречу можно считать символической. Хранительница былинной традиции нашла в юноше, влюбленном в самобытное северное слово и народную художественную культуру, достойного перриемника. В газете «Архангельск» в конце 1915 года появилась публикация «Отходящая красота» под заголовком «Письмо из Москвы», рассказывающая о выступлении сказительницы Марии Дмитриевны Кривополеновой в Политехническом музее, об успехе которой она имела в Твери и о предстоящей поездке в Петроград. Автором этой статьи был студент Строгановского художественного промышленного училища Борис Шергин. В огромной аудитории Политехнического музея и состоялось знакомство Шергина с Кривополеновой. Публикация завершилась словами. Грустно становится, когда представишь себе, что скоро навеки отзвучат вещи-голоса и закроются ясные очи последних былинных сказителей. И юный Борис Шергин становится учеником Марии Кривополеновой, выступает вместе с ней с чтением северных былин. Как Махонька от своего столетнего деда еще в детстве услышала старины, так и Борис Шергин ребенком засыпал под колыбельные песни матери, а от отца и его друзей слышал поморские легенды, былины, сказки. Будучи учеником гимназии, а затем студентом Строгановки, он часто рассказывал их своим соученикам. И вот встреча в Москве с удивительной сказительницей Спинниги. В 1916 году Борисом Шергиным была написана небольшая статья «Былина в Архангельске», в которой молодой автор свидетельствует, выступления сказительницы Марии Дмитриевны Кривополеновой пробудили интерес к народному эпосу и на самом севере, в Архангельске. Но Мария Дмитриевна Кривополенова только одна, правда, лучшая из многих сказителей на Пинниге. Там древняя, глубоко пустившая корни, былинная традиция. К сожалению, произведения народного эпоса и лирики стали записывать в Архангельской губернии очень поздно. По словам людей почтенных, можно с уверенностью сказать, что 50-60 лет назад редкий старик не знал двух-трех старин или стихов. Каждая волость имела своих известных сказителей. Борис Викторович всегда охотно и с добрым юмором рассказывал о своих многочисленных встречах с Кривополеновой. Эта интонация закрепилась и в опубликованных воспоминаниях Ширгина. С 1915 по 1922 год проездом с Пинниги на Москву Мария Дмитриевна не раз гостила в нашем доме в Архангельске. В старинном нашем доме ей нравилось. Низкие потолки, коротенькие оконца, теплые лежанки, старинное божество. Модели кораблей по стенам, стагадовалая мебель. Заболеть бы мне у вас, слечь бы у вас на полгодика, на годик. В сознании людей, ценящих народную культуру русского севера, имена Кривополеновой и Ширгина стоят рядом. У Бориса Викторовича Ширгина есть и рассказ, который так и называется «Мария Дмитриевна Кривополенова». И сейчас вы услышите небольшой отрывок из этого рассказа. Родина сказительницы Марии Дмитриевны Кривополеновой – река Пиннига, приток Северной Двины. На Пинниге и в начале века XX можно было увидеть деревянную Русь. Там во всем – в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту – Русь, в лице граждан Великого Новгорода, освоила Север еще в XIV веке. Неграмотная, но любознательная Кривополенова рассказывала о продвижении Руси на север, так, как будто сама в тех походах участвовала. Прежде на Двине, на Пинниге, на Мизене, чуть жила, народ смугл и глазки не такие, как у нас. Мы, новгородцы, у нас волос тонкий, как лен белый или как сноб желтый. Мы, русские, еще до похода на Пиннигу и карбасов не смолили, и парусов не шили, а чуть знала, что Русь идет. Раньше здесь леса были, только черные, а тут появилась березка белая, как свечка тоненькая. Вот мы идем по Пинниге в карбасах. Мужи в кольчугах, луки тугие, стрелы перенные, а чуть молча, без спору, давно ушла. Отступила с оленями, с чумами, в тундру провалилась. Только девки чуцкие остались. Вот подошли мы под берег, где теперь Карпова гора. Дожжинушка ударил, и тут мы спрятались под берег. А чуцкие девки, они любопытные. Им охота посмотреть, что за Русь. Похожа ли Русь на людей? Они залезли на рябины и высматривают нас. За дождем они не увидели, что мы под берегом спрятались. Дождь перестал, девки подумали, что Русь мимо пробежала. Ах, мы дуры, прозевали! Рассказ Бориса Шергина Марья Дмитриевна Кривополенова можно полностью прочитать в сборнике у Архангельского города. Русский север – это был последний дом, последнее жилище Былины. С уходом Кривополеновой совершился закат Былины и на севере, писал Борис Шергин. Субтитры создавал DimaTorzok